Держать оборону против защитников заповедника Кокжайла власти Алматы выставили вот эту женщину. Она уверенно изложила наскоро подготовленные доводы в пользу идеи строительства скандального курорта. Но когда дело дошло до вопросов, то неожиданно сделала вот такое признание. Я не подготовилась к этому выступлению, потому что очень внезапно пригласили, не прислали ни программы, ничего абсолютно. Если бы прислали вопросы, по которым можно было отвечать, мы бы подготовились. Такое откровение ярко характеризует отношение властей к теме Кокжайла. Кажется, они для себя все решили, но формально демонстрируют, что играет по правилам. Пресс-секретарь горнолыжного курорта, который пока существует только на бумаге, сообщил, что точка в вопросе строительства будет поставлена еще не скоро. Некоторые результаты, скажем, экологические исследования, они будут готовы, ну, ориентировочно так, в декабрь, февраль месяц, не раньше. То есть это такой долгий процесс. И только после того, как все вот эти вот экспертизы будут проведены, будет приниматься решение о строительстве или не строительстве. Вопрос строительства курорта на территории природного парка лабирует тяжеловесы городской администрации. Они обещают сделать заельский Аллатал международным центром туризма. Но вот у эколога номер один в Казахстане на этот счет есть сомнения. Во-первых, малая снеженность. Снега очень мало. И прилагают проводить искусственное снижение. Я просто знаю, что ни один нормальный лыжник никогда не приедет кататься на искусственном снеге. Эти слова Елеусизова чиновники оставили без комментариев. По-настоящему ответить на аргументы по Кужайляу сегодня им было нечем.